Когда говоришь, вот сегодня, когда мы сюда ехали с моим другом, с Эльвейзером, он у вас был в церкви, мы за последний год подружились, думаю, будешь теперь, вот, и проезжали Иркас Клиту вашего. И мы в Израиле, сколько, Миша, 26 лет. Когда мы еще жили в России, у нас была картинка вот этой министрат Клиты, потому что в Израиле у нас не было ни знакомых, никого, и как-то мне в Ленинграде, эти с Кармиеля сионистки, они всех вербовали в Кармиелях. Извини, я это полнослушаю. Да? А вот это стоишь. Раз. Или стоишь, похоже, как тебе? Я думал, что громогласная кое-нибудь, пожалуйста. Голос единицы, тоньше писка. Вот. И вот эти Кармиельские, две сионистские бабушки, они такие, давай в Кармиель. Мне что в Кармиель, что варат, какая разница, я ничего не знаю. И вот они фотографию подарили, такую открытку в Кармиере, я смотрел, думаю, такие елки, так как красиво. И мы в Кармиель ехали на самом деле, но такси давали только до Хайфа или до Тель-Вива, поэтому мы в Хайфу попали, в страшную гостиницу. И мы, конечно, в итоге в краю так остались, до Кармиеля не доехали. Вот, до Кармиеля мы потом доехали, уже когда здесь домашняя группа началась, вот эта история, мы курицу жарили с выключенной духовкой. Мы еще таки доехали. Миша да, доехали. Мы тоже доехали. Все включил. Вот. Сегодня я хочу, ну, может быть, поделиться своими переживаниями. Кому-то они будут близки, кому-то не близки, для кого-то найти новые. Ну, они мои. И они касаются какого-то необычного нового отношения с Богом. Вот. Я понимаю, что Бог, Он, конечно, Творец, и Он может говорить, скажем, на языке Его души, и это не похоже бывает. И Он, я думаю, и не желает, чтобы, да, все мы выучили какое-то там слава партии, слава Иисусу, и, знаете, что такое испанное небо засылали одинаковый христианский. Потому что, ну, не то, что Он там обижается на нас, и мы просто грустно, что мы себя обкрадываем, да, что мы, как бы, не имеем радости, когда мы входим в рутинность или еще во что-то. И я вот, наверное, начал говорить про фитис цитаты. Это не корона, это просто кашляет. Вот. Из цитаты Томас Мертон был такой монах. И он такой, вот в его книге одна фраза, она просто запечаталась мне. Знаете, вот он как монах, у него что ни фраза, а то он может думать, потом целую неделю выходить. Он сказал, духовная жизнь – это жизнь. Ей надо жить. И, знаете, в этом много. И на самом деле, Бог желает, чтобы мы могли проживать. Не просто продумывать. Не просто оставлять только на уровне идей или интеллекта. Он желает, чтобы... Сейчас, это что-то... Плохо слышно? Раз. Бог желает вовлечь... Вовлечь нас... Я раньше не слышал, что это песни технологические, хотя и может они, кто знает. Бог желает, знаете, он желает вовлечь нас... Хорошо, скажем так. Я думаю, что Бог желает, я не могу знать, чем он желает, конечно, но я думаю, что он желает, чтобы... Мы для него дети. И он желает, чтобы жизнь нашей веры, она может быть легкая или нелегкая. Он не обещает легкую жизнь. Но он желает, чтобы она интересная, это точно. То есть он желает, чтобы это было увлекательно и чтобы это захватывало. И вообще вера, наявите имуна, однокоренное слово с искусством, аманут. И Бог, он аманут, художник. То есть он не философ, который прорабатывает систематические афииты и идеи, которые мы должны понять. Он желает рисовать в нашей жизни. Он желает рисовать в нашей душе, он желает рисовать в наших чувствах. Он желает творить, он желает, чтобы мы восхищались, чтобы мы не анализировали музыку Божию. По нотам раскладывали, си бемоль или что-то еще, диез. А чтобы мы услышали и сказали, вау, вот эта музыка цепляет. Или, наверное, на картину вы смотрите, вы уже не думаете, там здесь краска такого-то состава, номер 44. Иногда восприятие Бога вот такое техническое у нас происходит, к сожалению. И радость уходит. Помните, как Иисус в книге Откровений, скажем так, предъявил Ефесской церкви. Ефесская церковь была очень сильная. Там Иоанн был так же. То есть там Мать Иисуса, она была в этой церкви. Там много было. Это огромная церковь была. Мы знаем, что через послание Кефесяна какие-то вещи сильные происходили. Но Он говорит, ну вы оставили вот эту первую любовь. И Бог желает, чтобы мы могли в этом обновляться. Вопрос как? Знаете, иногда, ну да, но что практически делать? Я не знаю, что практически делать. Я могу сказать то, что я делаю. И, возможно, кто-то может так делать, может и не делать. Потому что я верю, что Бог, Он очень удивительно обращается к каждому. И для меня было такое переживание. На прошлой неделе мне нужно было проповедовать в Хайфе, в монастыре. Я долгое время не проповедовал, кстати, так вот, чтобы в эту церковь ездить. У меня было две каких-то мысли, переживания. Уже завтра ехать. Еще ничего не составлено, знаете. И я просыпаюсь в три ночи. И думаю, а завтра ехать? И пытаюсь две мысли в одну свести, знаете. Как-то там подтянуть за уши, как-то теологически. Ну что-то там натянуть, знаете. Сауна глобус, так сказать. Оно не натягивается. Сова слазит с глобуса у меня в говорили все время. Я думаю, да завтра придумаю что-нибудь, знаете. Уже все проповедуют, что почти там 30 лет, потому что ясно, что язык подвешен. И потом я лег, и вдруг одна мысль за другой приходит, так, знаете. Я начал на телефон записывать. Думаю, нет, надо спать. Потом раз проснешь и записываешь. Не проснешь, опять записывать. Ну, думаю, что спать? Буду уже записывать, ладно. По крайней мере, завтра не надо будет готовиться. И вот так до шести записывал мысли. Потом у меня Рут проснулась. Я с ней, я спорю, младше, два с половиной года. Мы с ней там вышли. Я смотрю на телефон, прочитал мою. Бред просто. Реально бред сумасшедшего. Я думаю, вот так иногда ночью че-че-че-бна получает. Знаешь, такое, как и Анна устрою Патмоса. Потом она трезвую голову прочитает. И я думаю, как-то мне так неприятно стало. Думаю, да нет, не бред. И раз отошлось, я думаю, точно не бред. Но логическое, теологическое мышление не восприняло то, что было ночью дано. И я думаю, да ладно, приду и скажу, как есть. Ну, бред, так бред кому-то. Мне не бред, вот так оно пришло. И оно касалось того переживания, если захотите, у меня в Ютубе есть, там это проповедь, монастыре Мертвое море. Оно для меня было очень сильным, потому что, знаете, иногда люди хотят чего-то добиться. Например, я за последний год набрал 17 килограмм. То есть, ну, расхолстел. Я знаю, что когда люди худеют, иногда картинку вешают, да, вот, там, не знаю, там, или накачатся, шварцнеггера на стенку вешают, там, или еще кого-то. И смотрят на него, и, как бы так, визуализируют, занимаются вот так, чтобы к цели стремиться. И вот эта иллюстрация с Мертвого моря, я понял, что это то, чего я хочу достигнуть в духовной жизни, в конце концов. Чтобы сила смерти Христа, она меня так выталкивала, чтобы я просто лежал и читал газеты. Чтобы это не было вот эта постоянно, знаете, борьба со грехом, борьба с какими-то бременами, которые тяжелые, с сомнениями, знаете. Духовная жизнь у нас сложная, на самом деле, мы все обременены разными вещами. Но я знаю, что сила его смерти, его Христа намного сильнее всего. И что вот если в вере так возрасти и поймать вот эту благодать, она вытолкнет. И ты так лежишь, да, как в невесомости, читаешь газету, и просто покоишься на кресте, потому что настолько возрос в его смерти, настолько сообразовался с его смертью, настолько ты укрепился его благодатью, верил в его смерть, в его кресло, в его кровь, что вот это все тебя держит на плаву. И я понимаю, что это то, к чему стремиться, я не говорю, что ты раз и заскочил в это. Это вся жизнь, но это жизнь веры. Во что мы инвестируем? Во что мы? В борьбу инвестируем, в духовные еще какие-то вещи? Или мы инвестируем все, чтобы вырасти в доверие в его силу Христа? Все, что мы поможем в провождении времени с Богом, размышления, все туда, туда, чтобы больше, больше эту силу поймать Христа. Что значит поймать? Реально ее почувствовать? Ну не на уровне, может быть, физических чувств, но чтобы ощутить, что это работает. Что ты понимаешь, какой у тебя не был грех, запинающий, лепетающий, какой угодно. Если ты будешь взирать на начальника, совершителя, начинателя, там, на преческом, и завершителя твоей веры, который, да, до крови дошел, и своей кровью это искупил, то ты не будешь изнемогать в душах. Иисус не предлагал тяжелое рабство, он сказал, придите ко мне. Он говорит, к религиозным людям, к евреям, придите ко мне, и мое рабство для вас не будет тяжело, если вы это возьмете на себя. И вот эти размышления о Мертвом море, я потом понял, да, и не были блюдовые, они просто были новые для меня, потому что они в новой плоскости раскрылись, для меня в необычной, потому что я сам человек не сильного воображения. У меня образное мышление, я образами мыслю. Ну, допустим, если я на вас посмотрю, закрою глаза, я не могу вас создать человека обратно. Ну, то есть у меня слабо правополушарие развитое, я не могу рисовать, мне трудно воспроизвести. Но мысль ее образами. И я стал так молиться образами, по-новому как-то, потому что мне вообще всегда было трудно молиться, я всегда всегда был молитвенником. Вот они молятся, я там пристроюсь тоже как-нибудь там. Потом думаю, а я все начинаю думать, зачем вот это делать? А почему я вот так должен молиться? А как оно работает? Вот такая, знаете, вот, а как оно не работает? Там какую-нибудь книжку прочитаю. И у меня, если я там помолюсь 15 минут, это уже реально круто. То есть я уже что-то сделал. И, ну, мои знакомые не такие. У меня, кстати, окружают знакомые молитвенники. Это там еще хуже становится. Вы знаете, я в каком-то окружении таких, знаете, людей, таких молитвенных, и таких людей веры. Вот. И мне мучительно больно становится за себя. И вот я когда стал так молиться по-своему, я просто стал понимать, что для меня важно не сходить с самого главного события, которое произошло, это крест. И чтобы я только в этом рос. Ничего не знал, кроме Иисуса Хреста Распитая. Вот как Павел для себя это решение принял в Коринфе, он решил уйти от интеллектуализма, там, в Афинах красиво, по-гречески, там, с философами. И там практически в нулевый выхлоп был. И он пришел в страхе, в трепете, в коринфе, и говорит, я принял решение. Я ничего больше не знаю, кроме Иисуса Христа, притом Распитого. Это было его решение как проповедника, как учителя, как интеллектуала того времени. И я понял, что я в молитве тоже хочу как-то вот за это зацепиться и начинать сообразовываться. Потому что для меня стало более понятно эти вещи, которые написаны. Сообразуйте смертью, почитайте себя мертвым для греха. Вы можете много вещей добавить, которые написаны в Библии. И я понял, что это не просто какие-то обороты или идеи, это такие образы, в которые должен в молитве войти. И как-то это должно раскрыться во мне. Я начал верить в это. Потому что вера стала соприкасаться с невидимым, но с реальным. Знаете, потому что вера – это уверенность в невидимом, не в таком невидимом, который мы не знаем совсем. Это невидимое, но оно реальное, потому что вдруг со мной стали необычные вещи происходить. Я вам последнюю я расскажу историю. Это было, наверное, сейчас скажу, вчера. Я с утра проснулся и поехал. Ну, у меня такая возможность, потому что я не хожу на работу. То есть я на полном служении, поэтому с утра можно куда-то поехать. Чтобы дома не околачиваться и жену не доводить. Я думаю, надо молиться. Я думаю, поеду, у нас рядом монастырь Латрун. 20 минут дома. И там, который там настоятель, он говорит, хоть каждый день приезжай, просто можешь там на улице или в часовую зайти. Просто с ней лично помолиться на жену. Я приехал, я вот там зашел, сел, потом лег, я вообще лежать люблю. Ну, не знаю как, но у меня вот так лежа молиться нормально. Я раньше себя осуждал, что это ленивый. Ну, так оно и было иногда. То есть я ложился молиться и заканчивалось минут через три хорошим сном. И я еще говорю, ну, вот я в духе отдыхаю. На самом деле это было плохие лень, на самом деле. Это я неправильно делал. Это нехорошо было. Но тут я тоже сидел, и я вот так возлег. И я говорю, Господь, да, я хочу сейчас войти в Тебя. Я хочу просто погрузиться в Тебя, когда ты на кресте, и пережить опять вот это состояние, как Твоя сила благодать меня выталкивает. Я стал об этом размышлять, и вдруг неожиданно совершенно, я не думал об этом, какая-то пролетает наслоение образное из Библии, историю, которую я давно не читал, не размышлял о ней, никогда ее так не видел под таким углом. Как будто Елисей на меня ложится, как на мертвого, и вдыхает в меня дыхание. Я думаю, что такое, знаете, даже с другом, потому что это неожиданно пришло, этот образ пришел. И вдруг он пришел, как файл, начал распаковываться с такими пониманиями, что это было глубокое пророческое действие. Потому что все писания о Христе свидетельствуют. И это все были пророческие действия. И вдруг я не думал об этом писании, я не готовился, ни комментарий, ни читал. Это просто в какой-то момент пришел на уровень какого-то образа в голове, в молитве. Я взял место 4 Царств, прочитал эту историю, смотрю, да, да, это так и было, что Елисей дал рождение ребенку сверхъестественному. Женщина не была ребенка, то есть она не могла рожать, муж же старый был. Как и другие истории из Библии, где мы знаем, где были женщины, которые не могли рожать. И он сказал, через год у тебя будет сын. Это было сверхъестественное рождение. И потом ребенок умирает. И Елисей берет на себя ответственность и воскрешает его. Необычным образом он ложится на него и кладет свои глаза в его глаза, свои уставового уста, свои ладони в его ладони. И вдыхает из себя, и этот ребенок воскресает. И вдруг я понимаю, что это настолько сильно мне показывает действия Иисуса Христа на кресте, что Бог сотворил Адама, и Адам умер, и Бог на себе взял ответственность воскресить его. И я просто как-то необычным образом пережил, что как будто Иисус лег на этого ветхого Адама и воскресил его. Он вдохнул заново дыхание жизни, как Адам был сотворен через дыхание жизни. И так же Иисус на кресте сделал через свою смерть. И для меня это все было необычно, потому что оно никак не теологично. Это, знаете, могло как-то корежить мои богословские понимания какие-то, но это пришло вообще никак, это пришло вот так совершенно. И после этого я вышел, куда-то поехал, и вдруг я смотрю, что мне хочется говорить какие-то вещи. Я смотрю куда-то и говорю, глаза к глазам, уста к уста. Я понимаю, что сейчас Иисус прилагает свои глаза к моим глазам, и мои мертвые глаза, которые неправильно смотрят на мир, вдруг они воскрешаются глазами Иисуса. Я не могу так объяснить, но я смотрю, я хочу как ты смотреть. Я хочу не в плоскости видеть, я хочу видеть так, как ты видишь. Потому что в людях есть причины, которые мы не видим. Мы видим следствие, мы судим, мы можем ярлыки навешивать, мы можем не понимать людей, даже сами люди себя не понимают. Но Иисус-то по-другому это видит. И никто так не может видеть, как Иисус видит. И я уже стал, у меня уже продолжение прошло, да, мне уже интересно, да, у меня уже молитва не так, что там 15 минут прошло, и ты такой, а еще 20 молитв, да, там, и когда это закончится уже, да, и наконец-то закончил свое молитвное время, да, фу, знаете, все. Ну то есть, мне это было сложно, но тут как будто вовлекаешься в какое-то творчество с Богом, и ты видишь, как это работает. Ты видишь, что молитва – это жизнь с Ним, и ты видишь Отца Творящего. Ты видишь, что это искусство Духа Святого, которое тебя трансформирует, и делает тебя таким, который может раскрывать царство на земле и вовлекать людей в это царство. Потому что я вот посмотрел, на самом деле, перевод слова «проповедь» и «проповедник» на греческом, это «глашатай царства». То есть, это не интеллектуально, не радио, которое передает информацию. То есть, Павел, он везде писал, говорит, «я призвал благовествовать добрую известия». Он приходил к неверующим, он приходил к верующим, и он раскрывал реальность царства, и люди попадали в эту реальность. Помните, как он говорит галатам? Галатый говорит, «как так? Я же у вас проповедовал так, что Иисус распитый, как будто нарисован был у вас. Как же вы отошли от этой картины, которая была нарисована духом для вас?» То есть, он каким-то образом их ввел в реальность Голгофа и тех людей, которые вообще не знали. Они не в Палестине жили, они были греческого мышления, другой философии. Они не жили в Палестине в те времена. Он говорит, «но для вас это была реальность, я вне времени и пространством погрузил вас в реальность того, что я жил на Голгофе. Вы это пережили. Как вы могли отойти от этого?» Одно дело, когда я вам рассказал информацию о кресте, вы сказали, «да, я имею». Потом пришли другие философы, переубедили вас. Я думаю, здесь не говорится о плоскости просто информационной. Они были погружены в эту реальность. Он говорит, «как вы ушли из этой реальности, это затронуло ваши сердца». Что такое сердца? Сознание. Это потрясло вас? Вы получили картину внутреннюю. Вы были погружены в эту картину. И я стал думать, уста к устам, руки к рукам. Я понимаю, что то, что происходит с нами, мы всю жизнь возрастаем или врастаем в два события, в наше крещение и в причастие. Иисус не сказал другие вещи делать. Вот вы посмотрите в Новом Завете, что Он спал делать? Из того, что мы делаем сейчас здесь, в церкви. Он не сказал, что это в кафедре с микрофоном, нормально сказать, что это микрофон. Он не сказал, что проповедуйте, кто будет креститься, объяснил на крещение. И сказал, что делайте вот это мое воспоминание. И не оставил ни системы церкви, ни теологии, ни беседивных собраний. Мог же он нормально научить. Он же мог ученикам сказать, собрание вот так проводите, вот это вот так делайте. Но он оставил два глубоких пророческих акта, в которых мы должны расти всю свою жизнь. И я недавно тоже так молился. И вдруг я моментально вспоминаю, как меня крестили. Как это было на каком-то шестом этаже. Знаете, я сейчас крещу часто людей, в Эрдане люди. А я в ванной был крещен у своего друга. Я вдруг туда возвращаюсь секунду с теми переживаниями и понимаю сейчас глубже и глубже, что произошло там. Потому что когда там произошло, я не понимал этого. Но сейчас приходит большее осознание реальность того события, пророчества, которое было в моей жизни. Как я погружен в эту смерть. И эта смерть такая сильная, как любовь. Понимаете, эта смерть, она просто выталкивает меня из жизни греха. Она просто поднимает меня смерть. И я стал возвращаться в свое крещение и заново пытаться возрасти в этом крещении. Я понял, насколько важно нам всю жизнь расти в причастии. И я думаю, мы никогда не достигнем глубины осознания причастия. Это такая глубина, это пророческий ад, когда мы берем... Это не символизм. Это символизм, в который вложена глубокая и бесконечная реальность. Иисус сказал просто «Кто будет есть мое тело и пить мою кровь, тот имеет жизнь». Аминь. Как это понимать? Это нужно понимать вот так. Кто будет пить мою кровь и есть мое тело, тот будет иметь жизнь. А больше понимать никак не надо. Потому что здесь механику, он духовную веру, никто не откроет. Но динамику вы можете пережить. Я сейчас встал по утрам прочищаться, я взял. И я когда-то не понимал причастия. Потом я стал больше узнавать. И я понимаю, что я мало возрос, я больше в формальных вещах возрос. Я сейчас смотрю, как у православных, у католиков, разбирать, литургии, у литерат. И вот эти внешними вещами, они красивые, они интересные, они важные. Но они все лишь только для того, чтобы подвести к самореальности. И чтобы мы росли не просто во внешних литургичностях, но чтобы мы росли в осознании того, что вообще происходит в этот момент. Потому что где душа находится? Слово Божие, душа в крови находится. Я понимаю, что если я пью, я реально душу Иисуса пью. Что регально он меня наполняет, потому что апостол Павел говорит, мы имеем общение с кровью Христовой, мы общаемся с Ним. У нас при общении стоит слово, но вообще там слово общение. Он говорит, не относитесь к этому безалаберно, потому что вы общаетесь с кровью, вы разговариваете с кровью, в общение, соприкосновение входите, в контакт с кровью входите. И в этой крови сама душа Иисуса. Потому что наша вера, она основана только лишь на том, что Он сделал. И это должно реализоваться и раскрыться в нас. Чтобы, собираясь вместе, мы были правдой, домом молитвы. Так ведь? Чтобы наша проповедь была молитвой, да? Чтобы наше прославление было молитвой. И молитва не просто, что значит молитва, чтобы мы были соединены с Богом. И вот в моем опыте стали необычные вещи. Сегодня я помолился, и тоже необычная вещь произошла. Я говорю, все, Господь, я хочу опять лечь на крест. Мне так это важно, потому что когда я сообразовываюсь с Твоим крестом, мне легкость приходит. Потому что я не могу с этим разобраться. С этим, с этим, с этим. Но я хочу, чтобы все это умерло и сдохло, наконец, на жертвеннике. Когда я ловлю эту силу смерти, это уходит. Потому что это все ложь во мне. Вот этот греховный человек, он есть, он правда, он реален, он более реален, чем другой. Но правда в том, что он-то же ум, он был распят. Потому что Иисус сказал, когда я буду взят от земли, я всех вас привлеку к себе. Так он сказал? Говорил о смерти своей. Он говорил о тебе, о тебе, что мы всех на крест заберем туда, и вы были распяты в нем. Знаете, когда они говорят, где ты был на Голгофе? С теми, которые кричали, распни его, или с теми. Я на Голгофе был в нем. Я был там, меня распяли в нем. И теперь, когда я думаю о Голгофе, я всегда думаю о нем, и что я в нем нахожусь. Что это, вся вот эта тяжесть сегодняшнего дня, она получает свободу лишь только, если я помышляю в молитве о кресте. Я сообразовываюсь крестом. Я вмаливаюсь в это. И вот я сегодня, по-моему, утром, думаю, он голый был на кресте полностью. На картинах, конечно, прикрывает как-то, но в разделе. Это было унижение, что-то голым на спинале. Я понимаю, можно только голым лечь, нужно снять все свое лицемерие. И я говорю, я хочу голым лечь, я хочу перед тобой раздеться полностью. И пошел своим, знаете, мышлением, да, вот я лицемер, я скотина. Знаете, мне нравится вот такое, да? Я такой, я подлец, ну такое. Знаете, вот я начал, ну, я сейчас фатрирую, но в принципе я в таком состоянии пошел, да? В состоянии лицедей, актера вот такого. Вот я вот тут наврал, вот там наврал. И в секунду образ в меня врывается, который все сметает во мне. Маленькая девочка, которая наделала грим, заплакала, размазала и побежала к папе. И это сокрушило мое представление. И мне приходит понимание, почему девочка, я не девочка, но Бог знает мои чувства, у меня опять дочерей, поэтому я более эмоционально воспринимаю девочку в образе, чем мальчик. Хотя у меня один есть сын, понимаете? То есть Бог знает, на каком языке, какой тебе образ кинуть, чтобы она тряханула тебя. Я увидел, что эта девочка, да, она намазалась, потому что грим – это искусственная красота. И лицемерие – это искусственная красота. И Бог не посмотрел на меня, на подлеца, на актера. Он посмотрел, знаете, на подлеца, на девочку, которая намазалась, чтобы хорошо выглядеть. И потом это уродство было, это ужасно было. А потом она заплакала от страха, еще раз мазала все вот это. И я пережил, как он переживает такую девочку, чтобы взять ее. У меня так бывает, у нее, вот она еле как-то накрасилась, ну, это, конечно, ну, тушесветно вообще. Знаете, там вот такая помада здесь, мы с тобой тенем, вот такое, да, типа собака из огня. Еще там я принцесса, вот так и мы лицемерим на самом деле. А потом, оценивая себя, ужас, какой я негодяй. Да, конечно, ты негодяй, что ты переживаешь? Я негодяй. Вопрос, как папа тебя видит, как отец тебя воспринимает. И вот это, когда пришло, знаете, в секунду приходит образ, который все поменяет. Ты вдруг по-другому это воспринимаешь. Я понял, что он с меня только этот грим может снять. Я не могу себе этот грим снять, потому что я не знаю, где я настоящий. Я уже думаю, теперь я настоящий, все маски снял, а лежу опять в другой религиозной маске. Которая маска настоящего. Настоящего, честного, искреннего. А вдруг это тоже маска? А какой я? А кто я вообще? И я знаю, что только он знает. И я ему поверю. Потому что себе я больше не верю. Вот себе я верить не буду, потому что я сразу опять противогаз на голову и пойду, да, в слоника играть. И для меня стало, ну, интересно. Интересно быть открытым, как он поведет, как он откроет, как он изменит, чтобы это меняло, чтобы это что-то совершало. Поэтому... Поэтому мне хотелось поделиться тем, что, знаете, если рутинность приходит, механичность приходит, Бог не механический, он биологический, он естественный. мы неестественным становимся. Он желает обновления. Он желает... Я не говорю, что сейчас пойдите вот такое-то сделать. Сейчас книгу напишем, как на крест ложиться, медитация. Нет, я не говорю об этом. Я просто говорю то, что со мной происходит, с каждым может по-своему, но когда, может быть, у вас вообще все хорошо, я же говорю про свой путь, но я понял, что Богу важно, чтобы мы росли в вере, которая опирается на Него. Я сейчас не говорю, что он опирается на чувства. Но чувства сильно реагируют на это, скажем. И слава Богу. Бог, он как бы, когда становил человека чувственным, с воображением, с эмоциональным, с психосоматикой, он не ошибся. Вы знаете, что Бог человека творил вообще под себя. Потому что он знал, что он будет в нем пребывать. И когда он создавал человека, он создавал его эмоциональную систему, он создавал его правое, левое полушарие, нейроновые связи в мозге. Когда он все это продумывал, это все было продумано, чтобы Бог был там, и все это работало на Него. Это же не было так, чтобы был создавлен человек, просто грех это все разрушил, разделил душу, дух, душа, тело, эмоции, сознание из подсознания. Все раскололось, все пошло в разнос, на самом деле, из-за греха. Но Бог-то целостный, Он шален, Он целостный, Он единый. И Он желает, чтобы мы, когда приходили, Он все это выстроит обратно. Он все это на свои места поставит. Чтобы мы могли, чтобы исцелить наши чувства. Я раньше к этому скептически, что начать чувствовать, исцелить. А теперь я не скептически. Когда у меня отключило 90% или 95% чувств, я понял, что я робот. Я просто робот. И мне стало плохо быть роботом. Я не хочу быть роботом. Не хочу. Я и религиозный робот, и по жизни робот. У меня программы загружаются, выполняются. Я стараюсь хорошие программы делать, плохие программы не делать. Вот это добро, вот это зло, вот это хорошо, вот это плохо. кнопку переключил. Вот это сделаю, то не сделаю. Информацию принимаю, обрабатываю, выдаю. Помните, как волшебники изумрудного города все шли в изумрудный город к кому? Как вы звали? Гудвин. Гудвин. Помните, Гудвин? Он на самом деле был такой маленький мужчина, который запрятался за кресло и так говорил такую штуку в Северии. Но интересно, что все, кто шли, там шли Эли с Татошкой, Железный Дровосек, Лев и Страшива, да? Вы помните, всем что-то надо было от него? Дровосек, а что нужно было? Железное сердце. Он хотел сердце настоящее, живое. Лев хотел смелость. Страшиво мозги хотел, Хотел, потому что у него пилки были в голове. Ну, а Эли хотела вернуться куда? Домой. Я вообще, честно говоря, не знаю, это христианское произведение или нет, но оно очень христианское. Потому что я и Лев, я и Эли, ну, не дорогой, я и Страшила, я хочу вернуться домой, я хочу мозги, я хочу настоящее сердце, я хочу смелость, я хочу тоже все это получить. и хочу получить так, как в изогрудном городе, я хочу вот реально по-сказочному получить. Я хочу вот так, как в детстве. Вот так. Я хочу сказать, аминь, потому что он не говорит, аминь. Потому что я думаю, сейчас еще робот опять, тоже сюда, знаете, я говорю, еще и робот опять старый приходит, вот, еще сейчас скажет, сделай это, сделай то. то есть, представьте, с 95-го года в программе загружено в Google. И поэтому, когда приходит такие новые вещи в блоке, ты смотришь, бред. Я сам себе сказал, что это бред. Я понимаю, что сейчас некоторые думают, что это бред. Я с вами согласен, потому что я сам так посмотрел, что это бред. И я подумал, может, я не знаю, это бред или не бред, но я счастливый. Лучше быть, знаете, странным и счастливым, чем правильным и несчастным. Потому что что правильно? А кто знает, что правильно или неправильно, когда все сдвинуто в познание добра и зла? Поэтому, мое пожелание себе, а кто хочет, пристраивайтесь. А кому не надо, не берите, это ваше дело. Ну, я сказал, не в плохом смысле, что, знаете, это так, кто не согласен. Это идея, потому что Бог по-другому что-то приготовил. Мы все разные. Пожелание, обнулиться. Знаете, полностью. А самому это не получится. И хорошо. Это же опять говорит, что я ничего не могу. Но он-то может. Его креста достаточно. Представляете, если он смог на кресте сокрушить вот эту нашу страшную греховную природу, в которой мы до сих пор находимся, но мы все-таки уже не те, правда, которые были, до того, во-вторых сюда пришли в нашу жизнь. Вы можете отличить, где эта разница произошла? Явно, крест точно так же поможет убить религиозность нас. Аллилуйя. Даже если фарисеями стали, даже если роботами религиозными стали, крест поможет. Он поможет убить вот это. Чтобы духовная жизнь была жизнь. Чтобы ее проживать. Чтобы ее переживать. Чтобы это было живое, чтобы Бог мог вмешиваться. Вот я рассказал этот пример, когда ты в молитве уже, знаете, по наготовленному рейсу, знаете, у нас такие шоссе религиозные, у нас машины туда-сюда быстро несутся. Потому что, когда ты одну и ту же мысль думаешь, это, знаете, твердыня, это нейроновая связь очень мощная. Ты уже накатал это шоссе за 10-15 лет. Ты, аминь, все выстраивается. Там Ефесяна сразу, именно на такой-то сети. У тебя все уже отработано. У тебя шарик упал, у тебя все сразу заработалось в шарабане. Даже без тебя уже. И так трудно новые пути проложить в нашем разуме. Очень трудно уже, когда мы религиозные люди. Фарисеи вообще, они вообще не могли Иисуса воспринять. Потому что вот эти иудейские шоссе, они были такие автобаны, такие немецкие, настоящие, крепкие. Но Богу возможно. Поэтому я себе желаю, чтобы Бог проложил новую пути в моем разуме. Чтобы Его милость не зашла и чтобы Он просто проложил новые пути в моей пустыне разума. Чтобы Он просто взял краски и начал рисовать в моей душе так, как Он хочет. И знаете, Бог рисует душе каждого в разных стилях. Тут импрессионизм, тут сюрреализм. Потому что Он знает каждого, и не будет одинаково рисовать душе каждого. Бог никогда не мультиплицирует и не дублирует ничего. Он творец, оно и все разное. Я понимаю, что сейчас даже у некоторых Бог рисует те картины, которые я не говорю. Слава Богу, потому что Дух что-то рисует и говорит на языке души человека то, что Он желает. чтобы через проповедь провозглашалось Царство Божие раскрывалось и люди вовлекались в это Царство и могли его переживать. И вот это я сейчас молился, кстати. Можно и так молиться? и сказать в конце, допустим, хорошо. На всякий случай. Я как-то сказать аминь, думаю, скажу хорошо. Может быть, И сейчас Бог скажет, как это хорошо? Ну дай мне не сказать. Нет, я хорошо скажу. Хотя, может, не надо хорошо говорить. Не в этом дело мы проявили, что я сам в себе хочу робота сломать, который уже реально железный дровосек с мозгами страшилы, с трусостью льва и с вот это девочка, как это слово? И с отверженностью Эль, которая не дома и вернуться никак не может домой. Это знаете, как в детстве, ты куда-то вышел и вернуться не можешь. Ты думаешь, как туда вернуться? Как вернуться? Как верную любовь вернуться? Как я могу вернуться в эту любовь? У меня никак не получается. Тебя ветер религиозный унес кто-то с домиком вместе и выкинул куда-то к ведьмам религиозным, духам бесовским, христианизированным. Извините, не записывается. Но не важно. Важно, что кто у нас есть. Не Гудвин же у нас. У нас есть крест, на котором мы можем просто лечь и просто войти в дух и поверить, что я сообразовываюсь, что я вхожу в эту смерть, я вхожу. И эта сила воскресения начнет изменять нас реально в нашем мышлении, в нашем ДНК, в наших нейронных связях, в разуме. Потому что нас же Бог сотворил может войти в наш мозг и перелепить его полностью и сделать нас обновленными новыми людьми. Вот это я желаю себе и вам. Пускай Бог благословит. Всего вам хорошего. Аминь. Аминь. До свидания. Продолжение следует...